город томск 12 февраля 22 года обзор пеленгаторов по охоте на лис будет интересно любителям профессионалам не знаю возможные что-то будет интересно придумали корпус вот такой из профиля пластиковая рамка из коаксиального кабеля старый советский кабель 75 один виток схема получается супер гидер один так схема вот она прикреплю ее к видео смеситель у нас входной транзистор смеситель здесь у нас тут усиление схема усиления взял на николая викторовича берегова вот это именно вот этот транзистор вот это усиление вот входной контур смеситель стандартная сашка потом идет у нас два фильтра на 455 вот один потом опять усиление второй фильтр и на 2 сашки мы выделяем килогерц идет у нас с одного выхода сразу на усилитель нижней частоты сразу на динамик второй выход у нас идет через через варикап через диоды шутки микросхему на генератор управляя напряжение это получается у нас трещотка зависимости от уровня напряжения у нас идет под мест на наушники чисто частоты чем выше получается напряжение тем частота у нас увеличивается и тем самым мы можем быстрее найти в лесу приемник на передатчик ну вот еще у нас такой вариант есть здесь я делала гитер один на варикапе а до этого я еще решил попробовать сделал на кпе то есть перестраиваем конденсатор вот он на кпе то есть все работает на кпешке можно собирать делать то есть цель то какая была цель была такая чтобы собрать простой приемник для охоты на лист чтобы чтобы каждый мог повторить его у себя дома чтобы во дворе смогли устроить какие-то игры радио игры его третий приемник вот такого такой конструкции то есть конструкция подразумевает то что мы взяли его в руку и для хорошего приема вообще рамка у нас должна быть перпендикулярно земле когда мы берем простой приемник у нас рука заваливается у нас получается изгиб здесь запястье и у нас рамка немного уходит от вертикального положения поэтому сделали вот такую конструкцию конструкция перспективная надо пробовать собирать по поводу рамки то что вот таком она положение вот есть вот такой пеленгатор то есть уже были такие попытки сделать видите здесь тоже она не вдоль корпуса идет а с завалом именно компенсирует вот этот запястный наш сустав то есть у нас кулак немного под углом уходит вниз поэтому у нас завал происходит детям постоянно мы кричим то есть на тренировках что держи рамку ровно приходится вот здесь вот приходится им руку вот здесь и подправлять то есть они и начинающий кстати профессионал тоже бывает так бегают у них завал происходит поэтому качество приема страдает ну и вот я поставил ручку черного цвета опять же для того же чтобы у нас пеленгатор висел на пальце чтобы мы не сжимали вот здесь сам пеленгатор у нас мы не откликались на это вот вращаем пальцем частоту впечатление по поводу вот такого такой формы пеленгатора смотрите мы когда вот так изготавливаем пеленгатор и потом когда мы его используем это все уберем и у нас здесь рамка она начинает давить на руку это вот нарпела делают в москве по такой схеме кто то еще делает и неудобно получается тем более если рамка жесткая то есть она давит здесь постоянно руки устают и пеленгация происходит то есть тоже неудобно вот алтай допустим у них корпус по другому сделан вот школьник тоже вот этот более лучший вариант ну вот так взяли то есть рамка нам все она не не мешает более он эргономичный ну по органам управления вот это вот тоже как то очень не то что не удобно совсем привычно вот так крутить и палец то у нас вот так движется как вопрос об эргономике и вот усиление это вот так вот удобнее делать пальцем вот частота вот усиление все у нас кинается по что природосообразно все я благодарю за внимание пишите комментарии что не рассказал расскажем до связи успешен у до 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 до